Большой московский марш-бросок. Отличное поле для испытания носков сил в Климф. Как видите, грязи тут очень много. Это еще мало? Тут много ручьев. В общем, грязи хватит, поэтому отличная почва для испытания носков переодела 10 минут назад. Вроде бы не жарко пока. Надеюсь, дальше будет то же самое. Продолжаем идти. Дорога довольно мокрая. Ботинки давно в грязи. Но, в принципе, еще абсолютно сухо. Даже не почувствовать какого-то холода после проваления в грязи. Словно, что в этих носках вроде как не жарко. В этом случае я чувствую себя точно так же, под обычным строительством. Хотя на вид они довольно токлые. Видите, мои ноги. Они очень грязные. Я все еще сухой. Идет четвертый час нашего похода. Маршрут очень грязный и влажный. Многие, кажется, сухие. Так, идем уже сколько получается? Четыре часа? Ну да. Мы взяли, а? Надеюсь, какие у меня красивые ботинки. Идем дальше. Так, ну, с момента старта прошло уже 14-12 часов. В общем, носки я замочил выше головы, залью. Вот. Но, в принципе, они довольно сухие сером отнутри. Я их так протем, посмотрим, что будет дальше. Идти нам еще, примерно, столько уже 12 часов. Стараюсь и дать их опять не жарко. Страстно наши разнообразно. Как видите, когда я видео записываю. Страстно разнообразно. Как видите, и вода, и грязь, и очень много растений, лес. Вот. Так что носки оказались более чем актуальными. Нырнул один раз выше линии гортексовской части носков. Так как нырнул, в принципе, не сильно, то носки сами все просохли. И сейчас ноги этой сухие. Вот. И, несмотря на то, что носки визуально тоже очень толстыми и теплыми, по факту нога у них не потеет. Если не было перелива через верх, то нога сухая и нет влаги ни от флота, ни от, ну, собственно, просто воды. Вот. Устал их. Немножко протер. Попытался выжить. Воню, что вся влага находится на внешней части носка. Так как обувь тут все равно всегда мокрая. Выжимать это бесполезно. А внутри носка, на части которых ноги, она, в принципе, абсолютно сухая. То есть успела высохнуть за несколько часов после того, как я их залил сверху. Вот. Продолжаю в них идти. Посмотрим, что будет дальше. Это Олег. Московский Машбросок. И продолжаю записывать видео обзоры носков силу скин, которые мне предоставил магазин Лавутикам. Вот. Что могу сказать по поводу плюсов. Эти носки имеют густоту примерно до колена. И последние сантиметровые 10 носков, носок, это не мембранная часть, а обычная такая текстильная резинка, которую можно свернуть и так далее. За счет этого, за счет высоты этой текстильной верхней резинки получается так, что даже если вы незначительно перебьете воду поверх, ну, выше уровня гортексовской части, пока эта вода стечет вниз, ну, до пятки, до пальцев, до тех частей, которые, собственно, мы и предохраняем на скаме гортекса, от влаги, воды и так далее, чтобы не тереть мозоли. И начерпануть, чтобы достаточное количество воды все туда просочится. Большая часть воды осела пушистой части вот этой текстильной резинки сверху и какая-то часть стекла, ну, словно, там, примерно по косточку. Минимальное количество воды стекло даже до самой пятки и пальцев. В принципе, если вы так нечаянно порвалитесь где-то по колено и быстро выделите ногу, скорее всего, во ваших пальцах, пятки, вода не дойдет. Видите, записываем все в реальных условиях, потом по лесу. Очень много воды, болота. Ботинки мокрые уже 16 часов. Все.